Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы читаем предпоследнюю главу книги Бытия, глава 49. И она начинается словами «И призвал Иаков сыновей своих, и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Пророческие качества, когда он приближается к смерти, они в нем значительно усилились, и он хочет возвестить то, что будет происходить в грядущие дни. «Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Можно предположить, что это слова бетописателя Моисея, второй стих, он как бы призывает каждое колено вслушаться в те слова, которые будет говорить Иаков. Потому что будет даваться характеристика каждому колену еврейскому, как бы на века. Но можно предположить, что это и собственные слова Иакова, когда он начинает пророчествовать. Поэтому он говорит о себе немножко отстраненно. «Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Он не говорит «послушайте меня, отца вашего», «послушайте Израиля», то есть свое духовное имя называет. «Отстраненно, потому что это уже пророческая речь, он ее только произносит. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». То есть Рувим – это первенец, который должен был возглавить весь еврейский народ, стать патриархом, но его нравственные качества оказались очень низкими. «Но ты бушевал, как вода, то есть бессмысленно, как вода бьется о пороге каменные. Не будешь преимуществовать», то есть потеряешь свое первородство. «Ибо ты взошел на ложе отца твоего», когда он переспал с наложницей Иакова, «ты осквернил постель мою, взошел». Дальше слова обращены к Симеону и Левию, к Шимону и Леви. Симеон здесь является представителем, скажем так, воинской, политической, материальной мощи любого народа. А Левий – это выразитель духовной жизни народа, ибо левиты – это священники. И то, что произнесет сейчас Иаков, или точнее Господь через Иакова, это призыв не смешивать религию с политикой ни в каком виде. Получается очень опасная и гремучая смесь. Их надо буквально разделить, расточнить друг от друга. Симеон и Левий – братья, орудия жестокости мечи их. Когда они вместе, когда религия смешивается с политикой, политика с религией, и самые жестокие преступления совершаются с неким таким религиозным, псевдорелигиозным энтузиазмом. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Ну, не очень понятно, жилы какого тельца перерезали, может, это относится к области предания. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». То есть, когда религии и политика объединяются вместе, то они подпадают под проклятие, потому что гнев становится жестоким, ярость становится свирепой, когда они думают, что они выполняют чуть ли не волю Всевышнего, каждый на своем месте. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле». То есть, надо разделить их, разорвать союз между церковью и государством, потому что, когда мир политики вмешивается в жизнь религии, это цезарь и папизм, очень опасное явление. Или когда церковь вмешивается в мир политики, это папизм, тоже опасное явление. И это все надо разделить. И очень печально, когда ради каких-то там траншей, каких-то благотворительных программ, каких-то денежных вливаний, религиозные лидеры становятся иждивенцами у разных политических деятелей, президентов, министров и так далее. Это совершенно недопустимо. «Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Если Иаков – это как бы такое человеческое имя, Израиль – это духовное имя, Иаков – это плотское, Израиль – это духовное, значит, разделю в Иакове, то есть желательно не иметь даже каких-то вот соприкосновений, связанных с бытовыми проблемами. церковь не должна входить в зависимости от государства, тем более в духовных вопросах Израиля. Дальше обращение идет к Иуде. Это колено, из которого происходит сам Господь. Здесь игра слов. «Июда тебя восхвалят». Вот тут игра слов. «Июда по-еврейски «Ехуда восхвалит тебя, ио духа». То есть игра слов. Само имя Июда «Ехуда» означает «восхвалять», А дальше идет «Ее духа восхвалит тебя». То есть он сам Июда восхваляющий, а те еще и восхвалят, восхвалят. «Июда тебя восхвалят, братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». То есть из этого дома произойдут цари, и им поклонятся все колена. Царь Давид происходит из дома Иуды и по плоти Господь наш Иисус Христос. Далее идет удивительное пророчество о Христе. Молодой лев Июда молодой лев Июда гур-арье то есть его как бы уподобляют маленькому львенку, потому что тогда он не претендовал ни на какое-то царское достоинство, он был один из сыновей Иакова Израиля. Молодой лев Июда с добычи сын мой поднимается, поднимается, а лита, а лита, преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его? И вот, внимание, сейчас очень важные слова. «Не отойдет скипедр от Иуды, то есть от царского дома Иуды, и законодатель отчислил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот это пророчество Иакова точно исполнилось тогда, когда в одни царя Ирода Великого в Вифлееме родился Христос Спаситель. То есть здесь Иаков, Израиль, пророк Божий, он говорит, что Мессия Христос, который здесь называется Примиритель, Шило, он родится тогда, когда скипедр, то есть царская власть, будет отнята от дома Иуды, а царь над евреями, который не был евреем совсем, это как раз Ирод Великий, который был идуменянин. И законодатель отчислил его, законодательная власть тоже была отнята от евреев тогда, когда рождается Христос. В каком виде была отнята законодательная власть? Они приговорили Христа к смерти, но казнить его они не могли. Они должны были утверждать приговор Синедриона, Сангедрина у Понтия Пилата, у оккупантов, потому что они потеряли законодательную власть. И вот это точно очень пророчество Иакова о том, когда придет Примиритель, не отойдет Скипидер от Иуды, законодатель отчислил его, доколе, то есть пока не придет Примиритель, это Христос и ему покорность народов. Давайте посмотрим Таргуман Келоса, он дает еще более яркую такую христианскую окраску этого стиха. Никогда не придет правитель из рода Иуды, равно как писец из его потомков навеки, пока не придет Помазанник, Помазанник это Христос, это буквальное значение слова Мессия, кому принадлежит царство и кому будут подчиняться народы. Народы. То есть все народы склонились перед знаком Креста и приняли Христову веру. И что интересно, один из самых авторитетных иудейских комментаторов Раши, он дает такой комментарий на этот стих, что кто имеется ввиду под примирителем Шило, примиритель. Раши так и пишет, царь, мессия, которому Шило принадлежит царство, как толкует Анкелос, у него ссылка идет на Анкелоса, согласно Агоде, Шило, это сочетание слов Ша и Ло, дар для него, как сказано, да, принесут дары ему народы. Таким образом, это самое яркое пророчество о Христе, оно реально исполнилось только во дни, когда родился Христос, во дни Ирода Великого. Иудейские комментаторы иногда пытаются обойти этот сложный для них стих, они говорят «приберитель», это не обязательно означает личность, это прийти в какое-то место, может быть, не в Шило, а в Силом, где было святилище временное, но прямые комментарии и древнееврейских экзегетов, и Таргуманкелос, это Таргуманкелос, почему он для нас интересен, это первая попытка расширить каждый библейский стих, насколько это возможно, и это очень древняя попытка, и грамматически она очень точная. И далее говорится о Христе Мессии, он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. А как можно привязывать к виноградной лозе осленка? Осленок это очень такое подвижное существо, он все время прыгает, он не может стоять на месте. Имеется в виду, что Христос евхаристически укротит в нас всю эту ослиную упрямость. И действительно, когда мы причащаемся телой крови Иисуса Христа, то попаляются тернии прегрешения, все эти склонности греховные, которые присутствуют в каждом из нас. Далее мы просто видим Христа, он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, мы видим Христа, который въезжает в Иерусалим на ослице и осленке, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Когда Христа били язычники, на него одели красную кровавую мантию, вывели пред лицо разъяренной толпы и Пилат спросил еще раз, его ли я должен распять эти кровавленные одежды? То есть получается, что Яков видит Христа в момент отречения еврейского народа от Христа, когда они толпой кричали «распни, распни его!» блестящие очи его от вина, это то вино, о котором Христос говорил, мне пить придется в Царстве Отца Небесного, это радость духовная, которую он испытал в момент своего воскресения, это радость за нас, что мы оправданы силой крови Иисуса Христа. И белые зубы его от молока, молоко это образ Слова Божия, и апостол Павел пишет, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него произрасти, то есть воспасение, чистое словесное молоко, как младенцы, возлюбите, о чем это? А младенцы ничего не едят, они костей не грызут, хлеб не едят, мясо не едят, они только пьют молоко, так и верующий должен всегда отдавать приоритет Священному Писанию словам Бога. Далее обращение к Завулону. Завулон при береге морском будет жить и у пристани Корабельной и предел его Досидона. Сейчас мы посмотрим, как Таргуман Келос воспроизводит эти слова. Завулон будет жить на морском берегу, он будет захватывать земли при помощи кораблей и будет питаться лучшим из того, что дает море, а его границы будут достигать Сидона. И Сахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. Анкелос предлагает такую конструкцию. И Сахар богат имуществом, но его владение в пределах границ. То есть он не выходит за границу дозвольного. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, то есть когда не выходит за границу дозвольного. и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату Дани. И далее Дан. Дан это Антихрист. Из колена Дана выходит Антихрист. Но не только. Из этого же колена выходит Божий судья Самсон. Дан будет судить народ свой как одно из колен Израиля. Само имя Дан означает суд. Суд. Тут тоже игра слов. Судья будет судить Дан будет судить народ свой как одно из колен Израиля. Здесь вот такая игра будет судить будет править слово ядин ядин править Антихрист захватит всю планету Дан будет змеем на дороге прямой текст об Антихристе Дан будет змеем на дороге аспидом на пути змеем на дороге всего человечества и аспидом на пути у всей нашей планеты уязвляющим ногу коня так что всадник его упадет назад. То есть Дан опрокинет коня и всадника Антихрист опрокинет весь род человеческий потому что собьет их всех с правильного пути и с каким-то ужасом Яков видит Антихриста и смотрите он говорит на помощь твою надеюсь Господи вот сказав о том что весь мир будет опрокинут этим змеем и аспидом он восклицает с ужасом на помощь твою надеюсь Господи мы тоже надеемся на помощь Божию в такие тяжелые дни которые грядут на всю вселенную сейчас времена сложные какой-нибудь посол может приехать к патриарху восточному пригрозить ему и тот меняет свою точку зрения какой-то посол а представляете антихрист начнет орать на наших епископов патриархов и все патриархаты зашатаются это же страшно мы видим как люди отказываются от того о чем они говорили ранее это уже как бы опрокидывание происходит и коня и всадника гад толпа будет теснить его но он оттеснит ее по пятам и анкелос предлагает конструкцию из дома гада вооруженные отряды перейдут и ордан прежде своих братьев ради битвы и вернуться в свою землю с большой добычей то есть это событие оно потом исполняется для сира слишком тучен хлеб его и он будет доставлять царские яства то есть совершать особое служение при дворце а нефалим теревин рослый распускающийся распускающий прекрасные ветви и торгум предлагает такую реконструкцию этого стиха у нефалима жребий будет брошен на хорошей земле его владение будет приносить плоды его будут славить и благодарить за них Иосиф Иосиф это праведник своего времени царик надо сказать что в еврейском народе с древних времен существует как бы концепция двух явлений Христа Мессии это Мессия как Мессиах Бен Давид как сын Давидов как военный политический лидер который уничтожит силы зла для христиан это концепция Христа во втором пришествии когда он придет и убьет антихриста дыханием уст своих и у них есть видение Мессии как Мессиах Бен Давид нет не Бен Давид Бен Иосиф то есть как Иосиф которого братья продали за серебряники хотели погубить для христиан это близкий образ Христа в его первом пришествии когда он пришел не судить мир а спасать мир пришел к своим свои не приняли и так далее Иосиф отрасль плодоносного дерева отрасль плодоносного дерева над источником ветви его простираются над стеною и возможная конструкция этого стиха Иосиф мой сын который станет многочисленным который будет благословен как лоза у источника вод два колена произойдут от его сыновей и получат надел и владение огорчали его то есть Иосифа огорчали и Христа и стреляли и враждовали на него стрельцы Христа он по образу прообраз Христа прообраз Христа икона Христа поэтому в окончании 24 стиха оттуда пастырь и твердыня Израильева пастырь то есть Христос и далее от Бога отца твоего а Бог есть отец своего сына то есть Христа который да поможет тебе и от всемогущего который да благословит тебя благословениями небесными свыше благословениями бездны лежащей долу благословениями сосцов и утробы это благословение проистекающее от пресно Девы Марии ибо Сын Божий когда он входит в чрево пресвятой Девы Марии он от нее получает истинное человечество оставаясь истинным Богом и человеческой божественной в нем в единой ипостаси поэтому благословениями сосцов и утробы называется то чудо в домостроительстве нашего спасения где пресвятая Дева своим чревом своими сосцами она приняла участие благословениями отца твоего которые превышают благословения гор древних речь явно идет об отце небесном почему эти благословения превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных потому что Бог Отец сотворил и древние горы и холмы которые выглядят как вечные да будут они на голове Иосифа и на темене избранного между братьями своими Иосиф это прообраз Христа просто к человеку такие слова они не могли бы быть обращены тем более в пророческом озарении Вениамин хищный волк утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу и предлагается такая реконструкция а Вениамин в его земле будет пребывать шахина то есть храм с осеняющим благословением в его владении будет построен храм утром и днем священники будут приносить жертвы а вечером будут делить между собою оставшиеся части священных приношений потому что то что остается после жертв делится священниками то что называется шахиня это сияние вот когда Христос выходит из Ордана из осеняющего облака вот это то что называется шахиня слышен голос Бога Отца и на горе преображения облако тоже называется осеняющее вот все двенадцать колен Израилевых и вот что сказал им отец их и благословил их и дал им благословение каждому свое и заповедовал он им и сказал им я прилагаюсь к народу моему а почему он так говорит я прилагаюсь к народу моему речь то идет казалось бы о двух верующих предках об Исааке и Аврааме нет народом Божьим являются все верующие как блаженный Августин объясняет что с начала мира и до его конца существует два града град Божий и град дьявола народ Божий и народ дьявола и народ Божий которому прилагается Яков в момент смерти это начиная от Адама от Адама к праведному Сифу сначала к Авелю потом к Сифу который был дан вместо убитого Авеля от Сифа к Еноху от Еноха к Ною от Ноя к Аврааму и так далее это действительно народ Я прилагаюсь к народу моему похороните меня с отцами моими в пещере вот здесь он под отцами имеет ввиду действительно Авраама и Исаака они там похоронены похороните меня с отцами моими в пещере которая на поле Ефрона Хитиянина но тоже непонятно а отец тот кто воспитал так давайте вспомним если мы внимательно смотрим как бы по числам когда Авраам умирает Якову и Исафу его внукам 15 лет Авраам принимал участие воспитание Якова а система обучения у евреев принято где-то с 5-6 лет то есть он кончил нормальную такую десятилетку ну и тем более отец Исаак тоже преподавал ему истины поэтому они отцы не только по плоти но и по духу в пещере то есть уточняется место где он хочет быть похоронен в пещере которая на поле Махпела Махпела это двойная пещера что перед Мамры Мамры это Дубрава а в земле Ханаанской которую купил Авраам с полем у Еврона Хэтаянина в собственность для погребения а это какое значение имеет для нас что это все куплено мы это и так знаем в книге Бытия об этом рассказывается это Ремис то есть уточнение намек что нельзя хоронить своих мертвых если мы не уверены что это кладбище могут там закрыть и скопать то есть не уверены что оно сохранится долго это будет риск там похоронили Авраама и Сару жену его там похоронили Исаака и Ревеку жену его и там похоронил я Лию и мы помним что жена Рахиль жена Якова она там не похоронена она умерла между Иерусалимом и Вифлеемом Байтлехемом это поле и пещера которое на нем куплено у сынов Хетовых и окончил Яков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель то есть сам то есть Господь дал им какие-то силы и скончался и приложился к народу своему и так сегодня мы читаем о смерти третьего патриарха и мы помним с вами что в Библии часто когда Бог говорит о себе он называет себя именами этих трех патриархов он говорит я Бог Авраама я Бог Исаака и я Бог Якова почему он так говорит разве Бог Авраама не является Богом Исаака а Бог Исаака разве не является Богом Якова это конечно так но Бог так говорит потому что опыт богообщения Авраама по-своему неповторим и опыт богообщения Исаака по-своему неповторим и опыт богообщения Якова по-своему неповторим и опыт богообщения каждого из нас тоже по-своему неповторим Ибо Бог общается с каждым из нас. Если бы кто-то сказал бы, что у него совсем нет опыта богообщения, он солгал бы. Ибо о Боге сказано, что мы им живем, движемся и существуем. Итак, сегодня мы окончили чтение 49 главы. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы прочитаем 50 главу, последнюю главу книги «Бытия». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о выходе новой передачи. Спасибо вас, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok